Европейский Хариус Хариус – зачетная и почетная добыча для любого рыболова. Хариус занимает промежуточное положение между сиговыми и лососевыми. Эта рыба любит чистую и холодную воду, поэтому чаще всего водится в верховьях быстрых горных рек. Отличительной чертой Хариуса и его визитной карточкой служит высокий спинной плавник. Маленький жировой плавничок подчеркивает благородство этой рыбы, подтверждает ее родственную связь с лососевыми. Хариуса нередко называют хищником, но вообще-то его можно считать насекомоядным, если такое определение подходит к рыбам. Охотнее всего житель подводного мира поедает личинок различных насекомых, паденок, ручейников, веснянок, а также не брезгует рачками-бокоплавами. Хариусы покрупнее охотятся на мальков, а речные старожилы, большие хариусы, вполне могут полакомиться и плывущей мышкой. Мальки-хариуса, отличающиеся от взрослых рыб пятнистой окраской, питаются планктоном и совсем мелкими личинками, которых ловят на течении. В заповеднике Вишерский, что на западном склоне Северного Урала, живет одна из самых крупных популяций хариуса в мире. Река Вишера, давшая название всему заповеднику, родной дом для ста тысяч этих рыб. Сам заповедник образован всего несколько лет назад, в 91-м году прошлого века. Вишерский крупнее большинства заповедников Европы. В его границах могло бы легко разместиться герцогство Люксембург. Оказавшись на бескрайних просторах Северного Урала, уже трудно представить, что где-то там, далеко, за Таежным Маревом шумят многолюдные города и оживленные автострады. В заповеднике ничто не нарушает покой зеленого мира. В здешних реках водится несколько представителей уральской ихтиофауны. Таймень, вездесущий речной голец, малоподвижные придонные рыбы, обыкновенный подкаменщик и речной голец, ночной хищник Налим и европейский Хариус. В главную водную артерию заповедных мест, реку Вишеру, впадает более 50 притоков. Все реки заповедника имеют типичный горный характер. Быстрое течение, перекаты и пороги, дно, высланное крупными камнями. При сплаве на порогах ничего не стоит перевернуться, особенно с неопытным рулевым. Вода за сутки может подняться или опуститься почти на метр. Это суровый край, где человек не хозяин природы, а ее часть, как это было в доисторические времена. Наверное, каждый рыболов мечтает хоть раз порыбачить в заповеднике. Вот где должны быть по-настоящему легендарные трофеи. На деле это действительно так. В простом человеческом сознании заповедник, кладезь природных богатств, таинственный и недоступный мир, при этом для народного хозяйства заповедник вещь как бы совершенно бесполезная. Никакого дохода не приносит, зато требует постоянных расходов. Недавно на окраинах Вишерского заповедника официально была разрешена рыбалка по лицензии. Правда, в небольших количествах, под контролем егеря и за немалую сумму. Таким образом, решили хоть как-то увеличить скромные финансы заповедника. Тем не менее, от нашествия рыболов с горящими глазами заповедник спасает только его труднодоступность. Просто так сюда не доберешься. В такой рыбной реке, как Вишера, обнаружить Хариуса почти всегда удается сразу. Его замечают по характерным всплескам. Но вот заставить Хариуса клевать – задача намного более сложная. Факты и слухи о поведении этой капризной рыбы вообще достаточно противоречивы. Где-то Хариус тяготеет к быстрой воде, стоит выше или ниже перекатов. В других реках, наоборот, занимает плюосы – участки русла со спокойной водой. По словам немалого числа опытных хариусятников, их любимый трофей постоянно прячется за камни и другие подводные укрытия. При этом нередко крупный Хариус берет на плесах с ровным галечным дном, где волнов нет и прятаться негде. Мало кто разбирается в Вишерском Хариусе так широко, как Шаман – один из егерий заповедника. Своё таинственное прозвище он получил за фантастические успехи в рыбалке. Можно сказать, что Шаман – коренной житель Вишера. Он родился и вырос на этой реке, поэтому знает каждую протоку и каждый камень. Про таких говорят, рыбу поймает и в тазу. Самый привередливый Хариус идёт к Шаману как к родному. Окрестные жители считают, что свои способности Шаман унаследовал от своей бабушки. Эта почтенная женщина много лет жила на берегу Вишеры в отдалении от посёлков. До сих пор ходит слух, что бабушка была, если не ведьмой, то, как минимум, знахаркой. Сам Шаман по этому поводу предпочитает не распространяться, а лишь загадочно улыбается в усы. Зато секретами местной ловли егерь делится охотно. Лодка ставится на якорь, ориентируется по течению, леска стравливается вниз по реке. Ловит чаще всего на червя или модную в последнее время приманку нимфу. Поклёвка у Хариуса резкая и сильная веса поплавка он не чувствует, поэтому поплавок ставится большой и заметный. Его должно быть видно с дальнего расстояния. Рыбы в реке много, но на одном месте рыболовы не задерживаются. Если после 5-6 забросов в выбранном участке поклёвок нет, точку меняют. Надо сказать, что снасти местных любителей рыбалки изяществом не отличаются. Массивное удилище, толстая леска, крупный крючок. Для жителей Северного Урала Хариус – одно из главных блюд семейного стола, поэтому снасти должны исключить потерю рыбы. Приезжие рыболовы в последнее время всё больше пользуются нахлостом и часто весьма успешно. Принцип «поймал-отпусти» пропагандируемый нахлостовиками всего мира постепенно становится традицией и для отечественных поклонников – шнура и мушки. Иными словами, часть рыбы, особенно мелкой, сразу после поимки отправляется обратно в реку. Для шамана важно не только само получить удовольствие, но и видеть результат своих усилий. Отпускание рыбы он, похоже, считает чудачеством городских рыболовов. Шаман превосходно ловит поплавочные удочки с пиннингом и нахлостом, но не отдаёт предпочтение какой-либо снасти. На что лучше ловится, тем и работает. На этот раз эффективнее оказалась поплавочная снасть. Рыба активно кормилась, поэтому с одного места удавалось поймать до десятка хариусов. Фактически каждый заброс приносил очередной хвост, а то и два сразу. В реках, где хариуса много, он часто держится группами. Несмотря на богатый улов, хариусы больше 500 граммов на крючок не попадались, хотя в вишере есть экземпляры и крупнее, за килограмм весом. Сначала скромные размеры трофеев никого не огорчали. После долгой утомительной дороги даже самый маленький хариус казался настоящим богатством. К тому же любой из этих малышей сопротивлялся как бешеный, пуская в ход весь свой арсенал. Свечки, неожиданные рывки и прыжки. Эта рыба, как правило, старается уходить на глубину, пытаясь освободиться от крючка. Хариус очень силен для своих размеров. Он привык бороться с течением, поэтому даст 100 очков вперед любой рыбе из стоячего водоема. По вечерам хариус может кормиться у самой поверхности, а с утра его чаще вылавливают со дна. На границе зарослей водной растительности и у больших подводных камней. Для ловли хариуса на блесну или стример лучше всего подойдут утренние часы, а для ужения на мушки их естественные прототипы лучше выходить на водоем ближе к вечеру, когда над водой звенят мириады летающих насекомых. В определенный момент рыболовная интрига стала пропадать. Таскать небольших хариусов или, как их называют, жиганов поднадоело. Поиск крупных рыб успехом не увенчался. Везде продолжал ловиться все тот же жиган. Незначительно увеличить размер трофеев удалось только поклоннику шнура и мушки, причем благодаря нестандартному приему. Среди нахлостовиков распространено мнение, что рыба никогда не станет клевать на сухую мушку, которая бороздит поверхность воды, дает усы. Это смотрится неестественно, ведь попавшая в реку насекомая не тревожит воду и просто плывет вниз по течению. Практика ловли на вишере показала, что иногда бороздящая мушка – ключ к успеху. Пока приманка спокойно лежит на поверхности воды, рыба не обращает на нее внимания. Стоит пустить усы, моментально следует резкая поклевка. Концентрация хариуса в вишере очень высока. С массовым рыболовным прессингом он последние годы не сталкивался, поэтому ест все, что привлекает его внимание. Возможно, когда нахлостовая мушка просто плывет по реке, она вступает в конкурентную борьбу с настоящими насекомыми, попавшими в воду, и, очевидно, проигрывает. Если же приманка начнет бороздить поверхность воды, она сразу выбивается из общего строя утопленников и становится заметной. На бороздящую мушку стали чаще попадаться полуторакилограммовые экземпляры. Рыболовы слушали журчание воды, свист летящего по воздуху шнура, плеск попавшегося на крючок хариуса и негромкие реплики шамана, видимо, заговаривавшего рыбу клевать как можно активнее. Безусловно, уха – самое распространенное блюдо в рыболовной среде. Без нее не обходится и не должна обходиться ни одна рыбалка. Уха из свежепойманного хариуса – это наивысшая точка, пик рыбацкой кулинарии. Настоящий хариусятник, знающий толк в приготовлении ухи, не пренебрегает потрохами своего трофея. Они часто покрыты жиром, что делает уху гуще, или, как говорят местные жители, нажористей. Основа ухи – рыба. Чем ее больше, тем жирнее, ароматнее и вкуснее получится блюдо. В данном случае хариуса оказалось больше, чем всех остальных ингредиентов вместе взятых. Голодных рыболовов ждало королевское кушание. Хариус – нежная рыба, и варится он недолго. Важно не передержать блюдо на огне, а рыба должна полностью свариться, но не разваливаться. Перед снятием с огня в уху добавляется немного водки. Как гласит рыбацкая поговорка, рыба по суху не ходит. Сразу после вливания ингредиента уху необходимо перемешать. Достоверно неизвестно, зачем в котелок с рыбой добавляют 40-градусную жидкость. Кто-то утверждает, что это просто традиция. Некоторые кулинары от рыбалки клянутся, что водка придает ухе какие-то особые гастрономические свойства. Официальная версия гласит, что это оттяжка, придающая бульону особую прозрачность. Есть рыболовы, которые льют водку не только в уху, но и в водоем, до начала рыбалки, чтобы задобрить духа реки. Определить качество ухи можно двумя способами. Первый вариант – спросить у самих поваров. Здесь, вероятно, погрешность. Голодному рыболову нравится практически любая еда, а за уху он вообще готов отдать полцарства и коня в придачу. Второй способ более надежен. Если рыбацкого яства оказалось много, и за вечер его не съели, на утро из оставшейся ухи должно получиться превосходное заливное. С облазненной ароматом только что приготовленной ухи рыболовы подтянулись к столу. Тосты за хороший клев, за всех вместе и за каждого в отдельности. Пусть рыба не самая крупная, но такая рыбалка запомнится надолго. В далеких северных горах, на быстрой Уральской реке, за одним столом с настоящим шаманом. Редактор субтитров А.Семкин